Вебинар называется «Как влечь папу в процессе ухода за малышом». В основном я хотел больше рассказать, не только рассказать о себе, но просто, как я вижу этот вопрос, просто делать интерактивный такой вебинар, чтобы каждый мог высказаться, спросить конкретную жизненную ситуацию и попросить советы, потому что мы с женой даем консультации онлайн, по скайпу, по жизненным вопросам семейных взаимоотношений или отношения с начальником, с ребенком. И поэтому давайте начнем. В основном я рассказываю свои жизненные случаи, случаи своей жизни. И также я читал очень много психологов, проходил очень много семинаров по психологии и по семейным отношениям. И как я вижу семью, это как командная работа. Если посмотреть вообще, какая обстановка у нас в обществе, откуда мы учимся, получается, что много чего мы берем определенные ассоциации с телевизора. И вот, допустим, если посмотреть уранские пельмени или там ТНТ, там постоянно показывают, что как плохо папам, что все папы скучают. Я, допустим, считаю, что уход за ребенком это не такая уже сверхъестественная задача, и как и мама, так и папа почти в равном мере может заняться ребенком. У меня есть реальный опыт на этом. Конечно, вот с первым ребенком, может быть, было такое вот начало маленькое, но все равно постепенно я тоже вовлекался, и хоть, хоть, не хоть, все равно там мама, как она не была занята, как она не успевала, все равно по ночам нужно, допустим, особенно когда колики, нужно заняться малышом или поменять памперсы, потому что маме тоже нужно отдыхать. Но как пришло, Анастасия пишет, как пришло осознание нового статуса. Но по сравнению с другими мужчинами, вот я, допустим, не вижу ничего плохого, чтобы участвовать, допустим, при родах. Я участвовал в трех, вот из природок троих детей, и не видел такого, естественно, потому что как бы вместе родили ребенка, и как бы все идет благополучно, и не видел там, как показывает по телевизору, Саша, Таня, что упал в обморок и так далее. Просто смысл, о чем я, почему я рассказываю про телевизор, потому что постоянно вот нам дают такие ассоциации, что папа только на работе. А самое главное, это что мы сами чувствуем, потому что много получается, что мы полны, как старый шкаф, разными ассоциациями или картинами, и сразу вот, папа, пожалуйста, покачай ребенка, и сразу ассоциациями, нет, это мама должна заняться. Вот как бы, что связано с детьми, это все мама. И я думаю, это неправильные ассоциации, которые кто-то нам их дал, и мы их берем как должное, хотя сами не пробовали, допустим, или не хотим пробовать, или... или другие, вот мы сегодня будем обсуждать, что мешает. Так, Анастасия пишет, а было страшно на родах? Я не представляю, можно на родах. Не было страшно, наоборот, я думаю, это очень круто, потому что обычно вот доктора боятся пап, потому что как бы мама, она как бы в этих родовом состоянии, и она как бы много чего может там и трудно, и тяжело, и больно, а папа, вот как бы если мы специально с мной придумали такую тактику, что вот быть при родах, потому что доктора по-другому относятся, и уже как бы они не относятся к своей работе, как дежурный вот, принял роду, убежал там, быстро другой, не страшно, что делать. А кто-то еще не слышит, Ксения говорит. Ксения, подождите пару секунд, может сейчас включится. И вот мы использовали вот эту тактику, я был при трех родах, чтобы именно, ну, не только подружиться с докторами, но они посерьезнее относятся к родам, чем только обычно, как обычно, вот как работа, знаете, ну, как бы некоторые доктора так и относятся к этим, к родам, как к своей работе, как сказать, ну, как продавать хлеб, ну, вот, я продавец, я продаю, ну, я принимаю роды, принял, пока. Так, интернет не потерялся, а, интерес не потерялся, стесняюсь спросить, у меня страх, что муж потеряет интерес как к женщине. Ну, почему должен, наоборот, ну, как сказать, я особенно вот хотел сказать, что нас всех в браке спрашивают, там, когда мы заключаем брак, это союз мужчины и женщины навечно и так далее, то есть мы и так связаны, не должно быть проблемы. У меня был, муж был на родах, но в процессе отцовства приходится втягивать. Ну, это нормальная проблема, приходится втягивать, как сказать, у нас же в школе, вот, как бы, мы проводим всю свою жизнь, почти часть жизни в садике, часть жизни в школе, часть жизни в университете и потом на работе. Нас там никто не учит, как отцом стать, как мамой. Вот как-то, вот, что-то мы приняли, что-то от своих родителей, что-то хорошее, что-то не очень, что-то самому нужно переделать. Так что, вот, как бы, втягивать это, как бы, не проблема. Главное, чтобы не было этой обузы, как бы, не преподносить это, как обузу. Вот, ты должен, ты обязан заняться детьми. Ну, у нас, как с женой, получалось, что вот мы, вот она отдыхала, когда нужно было ночью, я вставал, когда нужно, она вставала, то есть, как бы, по очереди. В основном, получалось, как командная работа. Екатерина, я ответил на ваш вопрос? Окей. Так, Линда пишет. «Подскажите, как научить папу не нервничать, когда дети ревут? Плюс папа на двух работах устает, а дома дети капризничают, пищат, зачастую не слушаются после пары просьб. Папа начинает очень ругаться». Ну, дети, они стандартные, они, как сказать, всегда ищут. Я тоже себя, вот, как бы, я знаю, что психологически, вот, как-то нужно, если дети, как бы, вот, они не слушаются, значит, с ними нужно поиграть. Им нужно уделить внимание, потому что все психологи так и говорят, что вот не... Они, вот, хотят, чтобы мы обратили на них внимание, но мы это... Они не говорят это словами, но вот, как бы, начинают... как сказать, шуметь и так далее. И если мы не обращаем внимания, тогда вот они и кричат. И, как бы, и получается, что они нервные, и мы нервные. Поэтому психологи говорят, что нужно, вот, понять их ситуацию и играть. Вот мне нравится, вот, я последний раз слушал про... про Чуковского, что он всегда... Он писал, вот, свои произведения, и, как, после того, как он наканчивал работу, то есть у него была... Он играл со своими детьми и даже в простые игры. Ну, типа, куча мало и так далее. Так, это большая проблема для пап. Ну, небольшая, это... Как я сказал, что это... Это ассоциации, которые мы от кого-то берем. Допустим, меня критик совсем не раздражает. Ну, не только лично, как лично, но... Потому что я знаю точно, что дети все равно, они кричат, поэтому нужно посмотреть конкретно, почему они кричат и, как бы, сходят с ума. Почему они нас раздражают. В основном, им нужно внимание. И всегда, вот, особенно при нашем... Наши жизненные обстоятельства, когда есть и телевизоры, и телефоны, и планшеты, они играют, вот, им вот, вот, не хватает как раз этого внимания. И, как я говорил, вот, пример с писателем, что он после того, как писал свои поэмы, он выходил из своего кабинета и начинал играть со своими двумя дочерьми. И, как бы, все делал, как театр. Ну, вот, допустим, красили забор и вручал вот эту кисточку, вручал, как король шпагу. Наш папа тоже сильно нервничает, когда ребенок не слушается, когда договориться с мужем, чтобы он не орал на ребенка. Ну, нужно найти вот причину, почему он, почему ребенок не слушается. Очень, очень хорошо, психологи говорят, что, чтобы понять ситуацию детей, почему вот они не слушаются, это не послушание, есть определенные моменты. И нужно понять, вот, почему он именно в конкретном случае не слушается. Ну, и все равно, хотим, не хотим, как я говорил, вот нас в школе не учат, как стать папами и мамами, но все равно, вот, как бы, жизненный опыт, пока мы взаимодействуем с самими детьми, все равно наш опыт растет, и мы, как бы, понимаем, как, что делать. Есть разные варианты, но, в основном, смотря, как он не слушается. То есть, если есть, 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 есть определенная ситуация, что вот, что, ребенок что-то мечтает очень, или мы делаем что-то с семьей, допустим, ходим, покататься на лыжах или на велосипедах, и вот, если ребенок не слушается, то есть, он как-то плохо себя ведет, мы можем сказать, что, вот, как бы, нам очень нравится кататься на велосипеде, но если, вот, ты, вот, не сделаешь то, что мы просим, тогда, вот, как бы, в следующий раз мы не пойдем. И, и тогда ребенок может, как бы, подумать, все, насчет, вот, жизненных опытов, может найти, постепенно, вот, жизненный опыт растет, и постепенно нужно искать, как, как заинтересовать ребенка. Много раз за себя ловлют на то, что, вот, когда уже, как бы, катастрофа, уже все кричат, все дети, то нужно что-то предпринять и что-то ей веселое сделать. Так, сейчас, секунду, Линда, подождите чуть-чуть. Так, расскажите, как вы успеваете работать, заниматься воспитанием четырех детей? Окей, сейчас, секунду, когда папа начинает уже ругаться, иногда кажется, на первом этаже, это же слышно, дети сразу, ко мне прижимают, у меня ощущение, что на меня наорали, и настроения больше ни у кого нет. Даже банально, перейдеть или спать, пора, просишь, уговариваешь, игнорирует, ясно. Ну, такие, просто есть, как сказать, даже если не используют слишком много философии, найдите, как в этой ситуации сделать, как разрешить эти ситуации. В разных ситуациях есть разные, по-английски говорят, без практики, то есть определенные навыки, как мы разрешаем ситуацию. Кому-то шоколадку нужно дать, кому-то музыку включить, кого-то просто убрать, пригласить из комнаты в другое место, чтобы ситуация разрешилась. Так что со временем вот как бы ищите вот в этом ваши копилки, ищите вот эти ситуации, как их разрешать, и как получилось, и постоянно в этой копилке новые, новые, новые опыты, вот, которые хорошо получились, вот, вы их накапливаете и используете в будущем. Так, вам приходилось общаться с другими папами о приобщении их к отцовству и необходимости заниматься детьми. Какие советы вы им даете? Как на них воздействуете? Ну, обычно я даю советы из своей личной жизни или из жизни моих знакомых. Так, Анастасия пишет, расскажите, как вы успеваете работать, заниматься воспитанием четырех детей. Ну, у нас все время получается, что мама заботится о двух детях, я заботюсь о других двоих. Я других двоих постоянно везу в школу, едем на электричку, в школу и обратно каждый день, в школу и в садик, и в свободное время, когда есть возможность, моя вообще работа заключается в интернете, интернет-маркетинге, и консультации, бизнес-консультации. я просто, когда дети в школе, я вот в это время я работаю, и так вот получается и работать, и за детьми. Екатерина, а можете ваш вопрос может подетальней написать при общении других пап к отсутствию, может какая-то ситуация конкретная. мне нравится со своими детьми, заниматься физическим упражнением, зарядкой, давать поучительные уроки жизни, что правильно или что нет. вот иногда получается, что дети не слушаются маму, а тогда папа должен подойти может с другой стороны, и поэтому это партнерство по жизни мужчины и женщины. Окей, Екатерина пишет, то, что вообще нужно уделять время детям, а не телевизору. Ну, есть разные варианты, но если смотреть как бы мое кредо жизни, я считаю, что у современной семьи должно быть побольше детей, если детей больше, тогда уже время на телевизор не хватает. Ну, это шутка, конечно, сейчас хотим мы и не хотим, каждый человек стремится к совершенству, и мужчины, и женщины, мы видим это в разных ситуациях, и трудно, конечно, оторвать человека от телевизора, потому что там как бы все пытаются показать, что чтобы влезть вот как бы там телевизор сейчас в современной телевидении она так психологически действует на человека, чтобы он постоянно находился там и постоянно вот уделял внимание, поэтому трудно оторвать, но многие семьи делают по-разному, самое главное вот это совместные мероприятия, сходить в кино вместе, я видел другие семьи, которые одна семья у них пять детей, пятеро детей, и они вот каждый день уделяют одному, вот каждый ужин приглашают одного из этих пяти приглашают в ресторан, и вот как бы говорят с ним, спрашивают, вот как прошла неделя, что у тебя было интересного, что на следующей неделе хочется, и как бы так вот делается связь именно с индивидуальной, с каждым отдельно, конечно, они вместе тоже делают и разные мероприятия, вот у нас соседи очень хорошо у них получается, они в экскурсии ходят разные, на лыжах катаются, на курорт едут вместе, и постоянно в лес летом, ходят за грибами, и у них все это получается, то есть очень интересно, и что интересно, что как бы инициатор мама, и папа следует, и очень хорошо так получается, и детям вообще очень интересно все, что есть совместные занятия, потому что через это они ведут внимание, спорт, игры, путешествия, так вот, то, что не связано с телевизором, то есть в лес телевизор не возьмешь, или мобильник, чтобы поиграть там. Анастасия пишет, как быть на одной волне с отцом детей касательно воспитания. Часто бывают разногласия. Ну, на этот ответ с одной стороны просто, с другой стороны сложно ответить, но в основном, если посмотреть хотим-не хотим, вот как-то сейчас уже в обществе формируются определенные принципы, принципы жизни общедоступные, то есть для всех людей, и поэтому конечно могут быть разногласия, но как воспитать, то есть получается, что вот если есть здравый смысл в том, что мы делаем, самое главное, чтобы было понятие, чтобы понимали друг друга муж с женой, потому что разногласия часто приходят из-за того, что просто я так хочу, чтобы он так делал, допустим. Но это может быть не связано с общепринятым принципом, или за здравым смыслом, просто я так хочу, поэтому могут быть большие разногласия. Ну, маленькие разногласия тоже нормально. Я просто советую всем, которые ко мне обращаются, что самое главное, вот куда мы ведем, допустим, определенный период, случай жизни, то есть очень важно, какое мы действие предпримем и как она может аукнуться нам в будущем. Допустим, вот папа не любит, чтобы мама любит кушать сладкое и детям дает шоколадки, конфеты, а папа не любит. Ну, и как бы через несколько лет, там через 10-20 уже как бы зубы будут болеть. Так что вот как бы нужно выбрать все вместе, что будет хорошо для одного и для другого. И самое главное, вот как бы на вот этой жизненной ситуации, когда вот не когда есть разногласия, что конкретно мы выберем какой что мы выберем в этой ситуации. Та Китрина пишет может есть друзья мужского пола которые просят помощи как общаться с детьми, как начать любить играть с детьми, вообще проводить с ними время. Интересуют психосоветы папам, которые вы дали и они их применили. Ну здесь самое как бы простое это начать. То есть вот начать вовлекать если папа начинает уже 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 следующий шаг уже попроще. То есть когда вот если допустим вот папа если ребенку скажем скажем уже один год а полгода папа смотрел только телевизор. Ну и как бы мама приглашает приглашает ну как-то вот получилось через полгода вовлекать. если он начал уже как бы придет придется все со временем. То есть ему получилось первый раз второй раз можно еще что-то делать и дальше 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 поднимать планку выше. Так Линда пишет у нас тоже разные взгляды на воспитание. Я не считаю что ребенок должен слушаться во всем. Он же ребенок конечно хочет и пошалить точно а папа за то чтобы по первому требованию было послушание часто ругается за того что наказывает детей мне их жалко что наказывает мне их жалко ну мужчины такие более принципиальные поэтому вот они хотят чтобы была в этой ситуации вот которую мы сейчас описываем очень важно понять как работает мозг мужчины и мозг женщины многие психологи так говорят чтобы потому что иногда некоторые мужчины смотрят просто белые черные а женщины видят все цветную и поэтому очень важно понять что они смотрят по-другому видят мир по-другому чуть-чуть мужчины и женщины тоже по-другому самое главное из-за этого не ссориться и понять вот эту ситуацию и работать соответственно вместе так а как вы поступаете если ребенок старший обижает младшему нашему полтора и часто старшая может отнимать игрушки толкая пиная на просто просьбу ребенок не реагирует все через ругань ну мне вот понравилось отношение Монте-Сори насчет этого они вот у нее отношение было так как у японцев то есть у Монте-Сори была своя школа садик и они воспитывали детей и они старались во всем не мешать детям пускай они занимаются своим делом и так далее но в тот же самый момент если ребенок что-то делал что-то непозволительное вот толкал допустим или бился с другим ребенком они это сразу прекращали очень важно вот показать что добро и зло то есть что хорошее и нехорошее ребенку то есть с игрушками можно играть и так далее можно играть вместе можно делать вместе но если как бы начинает драться уже сразу нужно это останавливать и не позволять линда опишитесь если я ответил на ваш вопрос да уже можно перешли на ту часть которой отвечаем только на вопросы поэтому легче и интереснее ответить на реальные случаи жизни чем давать просто теорию что вот так надо да поэтому задавайте вопросы реальные случаи что интересует с какими проблемами вы старкиваетесь к сожалению вот как я сказал что наш мир в основном очень разобщен и сейчас еще больше как бы как появились телефоны то есть каждый в своем телефоне копается и трудно оторваться чтобы ребенку уделить внимание или там мужу уделить внимание и так далее но все равно как бы человеческие отношения они так и остаются и хотим чтобы жить хорошо нужно ну я вообще как сказать люблю изобретать и думаю что лучше вот как бы изобретать вот эти хорошие моменты как мы можем проводить вместе время то есть прогулки вместе и прямо так гордишься вот такими мужчинами когда ходят с женщинами по центру города и мужчина несет ребенка сейчас современный вот раньше может я не знаю как раньше было но сейчас вот это такая интересная так Анастасия пишет проблема что муж не воспитывает а кричит на ребенка ну вот про кричит на ребенка очень интересно как сказать трудно объяснить другому человеку но если есть возможность вот если найдете какой-то момент нужно показать вот когда мы давим на человека даже если он ребенок тогда он ничего не воспринимает то самое главное вот что ребенок от нас сделал если мы даже если кричим на него то есть он так и делает он вот Юлия Борисовна гиперрейтор говорит что когда вот мы кричили кричим на ребенка он видит что мы обращаем его внимание ну как бы как сказать хоть какое-то но внимание и вот каждый ребенок ищет внимание и что я хотел сказать вот насчет кричит на ребенка что самый важный конечный результат то есть как ребенок будет развиваться и вот она гиперрейтор говорит что есть такие девочки вот которые допустим 10 лет ходили в школу музыкальную и играли на пианино и потом как сказать они вот бросают все это после и никогда в жизни не сядут за пианино то есть 10 лет они играли но они не играют дальше то же самое с детьми то есть если мы как бы что-то и заставляем это не обязательно что у них остается как навык но она говорит про погонений который вот скрипки делал хороший говорит что тоже папа его заставлял постоянно и даже бил и не кормил чтобы он и не кормил